так ну самый один из самых таких как сказать интересных садоводов хоть и еще далеко не этих это редактор моих книг Троценко Павел он вот так вот написал а почему вот так вот нельзя привить взять почку и сверху вот как колпаком накрыть срез вот а мне что ответить это никем не замеченное не понятое и никто просто раньше не догадался из миллионов садоводов а может быть это нереально я отвечать на этот вопрос не буду кто-то может попробовать кто-то может напишет что это нереально кто-то сказать я пробовал всех ждет от меня ответа а какой ответ помните как это анекдот может стоит нет не буду а то еще обидится мой друг так просерекционное клонирование это опять он сейчас у нас время 46 минут сложнейший вопрос сложнейший Павел Николаевич вот он настолько сложный что на него обратил внимание на рецензию я получил я и вот реплик он главный редактор вестника садовода журнала реплик он всегда присутствует он подтвердил а нет рецензия по моему была в этом газете ваши шесть соток самого тумана там по моему все-таки кто-то или вы или тумана решился и напечатал мою статью под названием сирекционное клонирование там где отстаиваю с идеей мою что по вот благодаря этому факту этому этому почка почки рознь что раз почки даже ростовые имеют а я это доказал они имеют половые клетки значит они имеют индивидуальность некоторые большинство замерзает некоторые не только растут дальше а еще и цветут и плодоносит дальнейшем я решил что это может служить для серекции то есть таким отбором можно не менять геном а можем дойти до предела его стойкости до самого предела когда из тысячи выбираем самую высокую почку вот и продолжаем развивать эту тему и потом снова снова вот и у меня сожалению сейчас не готов ответить письмо свежее вот но остаюсь при своем мнении почка почки рознь вот это есть в двух словах а ваше мнение смотрите ваше мнение оно выражено ой туда нажал извините куда я попадаю все время вот сюда крупные буквами читайте если будете желание уже не со мной я свое мнение высказал а с павлом поспорить согласиться или наоборот не согласиться вот это уже будет интересно